Всем доброе утро! Ну что ж, All-Star Weekend в формате Лиги ВТБ на 8 марта стартовал. Кстати, всех девушек, кто смотрит этот ролик и кто подписан на мой канал с праздником. Ну а мы же все вместе теперь дружненько переходим к празднику баскетбола. Skills Challenge, 3-Point Contest, SDK и сам All-Star Game. Обо всем сегодня коротко, по порядку и по возможности без лишней воды поговорим. На старте ролика, правда, займу минутку вашего внимания. Все потому, что не рассказать вам о новых наколенниках и в целом о защите от ComBasket я банально не могу. У ребят совсем недавно была выпущена новая модель наколенников, штанов с защитой. И готовится, как мне рассказали, рукава и вообще любой армор, который может защищать уязвимые части тела баскетболистов. Совершенно при этом новой структурой защиты. Тут я имею ввиду абсолютно новый материал, из которого выполнены все защитные элементы под названием Poly D. Он легче, он намного прочнее, он эластичнее, практически не уничтожаем на паркете. И он, что самое важное, поглощает до 65% кинетической энергии при ударах. Поэтому, я думаю, вы должны понимать, насколько это повышает вашу безопасность и, само собой, комфорт. Я лично могу сказать, что все новинки от ComBasket, которые мне ребята присылали, мы протестировали, технологии обновленные проверили. И они реально работают. Вам же, господа, советую, само собой, по ссылочке в описании, заглянуть к ребятам на сайт и все их социальные сети, заценить новый арморчик самостоятельно и, само собой, подобрать себе ту защиту, которая нужна именно вам. Ссылочки все необходимые находятся в описании, залетайте туда, ну а мы стартуем. Педаль в пол продавливаем мы с вами с конкурса, который открывал, в общем-то, пул программы на All Star Weekend. Это Skills Challenge. По участникам Ковингтон, Дончич, Сабонис, Крис Пол, Вучевич и Джолиус Рэндалл. Все эти ребята рубились в нем за звание самого скиллового и могучего по умениям парня, где из интересного сказать можно, пожалуй, только одно. Крис Пол спустя целых 10 лет вернулся на подобный конкурс. И, по сути, это было все самое интересное перед его началом. В остальном же это был, как обычно, максимально быстрый забег среди всех участников контеста, где самым неудержимым оказался Домонтос Сабонис, выносящий в своих парах вообще всех без проблем. Сначала Рэндла, запнувшегося на передаче, затем Дончича, который точно так же запорол ассист в дырочку. И в финальном забеге сын легенды NBA столкнулся не с кем иным, а с моим теперь любимчиком, это Николой Вучевичем. Да, вот такой вот странный финал у нас произошел, где, оказывается, бигмены у нас сейчас сумеют круче всех и передачи сведения отдавать, и из-за дуги забивать, отчего становится немного, конечно, странновато, но очень интересно. Вуч, если что, свипанул в своих забегах Ковингтона и Криса Пола, но если Роберт по аналогии с Лукой и Рэндлом запорол, опять же, дефолтно передачу в дырку, то мистер Бойнт Гот отметился достижением гораздо круче. Он не сумел нормально и с первой попытки забить из-под кольца в отрыве, на чем Вуч сумел догнать CP3 и наказать того на дальнике, позволив Полу обновить теперь свою отрицательную статистику по скиллс-челленджам, а точнее победам в них 0 из 5. Таков результат у Криса Пола на подобных выступлениях, но надо понимать, что тут, конечно, only for fun, поэтому да и фиг бы с ним. В финале же среди Домонтоса и Вуча все решалось с пресловутой дальней линией, на которой 100% релиз хоть и подвел чутка изначально Сабониса, но с третьей попытки он оказался точен и кубок самого скиллового и самого ценного парня на этом All-Star'е достается именно ему. Далее трешки, и на мой взгляд, это до старта уикенда был самый ожидаемый челлендж вообще. Стеф, Лавин, Тейтум, Браун, Конли, Митчелл. Состав участников подобрался, согласитесь, достаточно неплохой. Жаль, правда, что не было Дэйма, ибо это был бы тогда просто дичайший вид соревнований, где все бы однозначно ожидали зарубы между Даллой и Карри, и особенно учитывая факт того, как они провели ее после All-Star'е, но об этом попозже. Однако, не спешите расстраиваться по этому поводу. Ибо даже без Лиларда конкурс все равно получился, на мой взгляд, самым эмоциональным и самым напряженным. Раунд под номером один. Дабы сэкономить ваше время, сразу же скажу, что не порадовал меня лично Джеллен Браун, который вообще странно, что угодил на данный вид соревнований, и по сути, единственное, что он сделал, это подтвердил, что его участие было здесь не совсем обязательным. 17 очков лишь ему покорились, и это был единственный результат до 20-ки в первом раунде. Остальные же все были более-менее. Лавин забил 22, Тейтум 25, Митчелл 21, а вот Конли и Стеф на фоне всех остальных оказались, конечно, самыми невероятными. Где если от Карри и в особенности после того, как за 5 часов примерно до старта уикенда был выложен видос с тренировкой Карри перед контестом, где Стеф валил в привычном для себя стиле, ну, почти все, то бы старичок Майк, мягко говоря, удивил, ведь на первом своем олстаре и на первом челлендже он взял до исходу выдал 28 баллов, забивая, да, в олдовом стиле мечи только в пределах дуги, то есть маунтинболы все были им смазаны, но и без них он чувствовал себя вполне комфортно. Ну а Карри, это просто no comments. 31 в первом забеге, это был наивысший результат, который, конечно же, отправлял его в финал. К слову, в нем столкнулись Тейтум, Майк Конли и Стеф, но основная борьба завязалась тут, безусловно, между разыгрывающим Юта и Golden State Warriors. Майк бросал вторым и показал крайне достойный результат в 27 очков, практически повторив достижение раунда под номером 1, и даже забил нетипичный для себя один выстрел с маунтин точки, а Стеф уже досталась вновь роль замыкающего в контесте, и он прям на тоненького, с разницей всего лишь в 1 поинт, двумя точными при этом маунтинболами и не дрогнувшей кистью в концовке, настреливает 28 очков и становится двукратным чемпионом в 3-поинт контесте. Красота, одним словом, Стефа поздравляем, Конли выражаем однозначный респект за офигительные результаты участия, всех сомневающихся в куре отправляем в комментарии и двигаемся дальше. Такс, давайте теперь чутка нарушим хронологию событий и коротко обсудим SDK контеста, который в силу участников в этом году, по крайней мере по тайтлу, был одним из самых серых вообще за последние годы. Да, у Саймонса, Топпина и Стэнли были отличные выступления в годы универские, и тот же самый Стэнли имеет, например, невероятный вертикальный прыжок с показателями выше Зайоновских, но факт того, что ажиотажа вокруг данного события не было, отрицать, я думаю, вообще не стоит. Раунд под номером 1. Стэнли стартует с отличного, на мой взгляд, броска из-под ноги, с навеса, сделанного с первой попытки, с отличной амплитудой и классным вылетом, получая за него 44 балла, что, как по мне, являлось оценкой немного заниженной. Оби Топпин бил вторым, показывая нечто подобное, что мы видим обычно у Димы Смува. Кстати, разбор именно на этот SDK я жду от тебя, Дим, крайне сильно, ибо новые правила и формат требуют пояснений и оценки. Короче говоря, 48 баллов дают Оби, но по моему личному суждению, если сравнивать Стэнли и Оби прям в лобешник, то первый данк мне зашел гораздо больше. Вылеты амплитуды для меня, извините, превалируют в этом аспекте. Замыкал тройку данкующих Анферни Саймонс с броском, демонстрирующим высокий вертикальный прыжок, безусловно, у парня, но выглядящий достаточно простовато, хотя судьи оценили его в высокие 46 очков. Раунд под номером 2, и тут начинается, если честно, какая-то прям фигня. Сначала Стэнли запарывает две попытки данка с навеса из-под двух ног, после переключается на обыкновенный данк с навеса и получает за это заслуженные 37 очков. Затем Саймонс в джерси Тимакай с отсылкой явно на его данка с далекого SDK 2000 года, да, повторяет его, но в сравнении и по амплитуде, опять же, по моему субъективному мнению, не данкера, выглядело это явно хуже, чем было у легенды Торонто. Но, судя, бросок зашел, они расщедрились на целые 49 баллов. В принципе, за первую попытку и в сравнении того, что показывал ранее Кассиус, это было вполне себе оправданно и заслуженно, имело место быть. Третьим был Оби Топпин, который бил через Рендла и своего братишку, но даже я понимаю, что опора это в мире данков конкретно зашкварная вещица. Поправку, конечно, можем сделать на то, что ребята вообще не данкеры, им на это абсолютно наплевать, однако нам, как зрителям, я думаю, что такие броски видеть хотелось бы все реже и реже. Топпина награждают за этот данк 46 очками, и он, в общем-то, вместе с Анферни залетает в финал. Финал, где сотворилась вещь еще более мемная, чем в финале прошлого года, ведь Топпин, да, пусть со второй попытки, но забивает из-под ноги, отталкиваясь дальше, чем от пунктира. Фиг бы с ним, что, опять же, с какой-то общей вялостью и не очень, как по мне, амплитудой, но Анферни вообще выдал несостоявшуюся, на мой взгляд, попытку данка с поцелуем кольца, и за это по новой системе оценок, кстати, да, в финале они выставлялись не сразу после броска, а появлялись просто в виде голосования после двух бросков от участников, и судьи, те самые легендарные данкеры NBA, присудили победу по итогу Саймонсу. Не знаю, как вам, а мне лично вообще не понравилось то, что сделал чемпион, получается, SDK 2021 года, но решение принимали другие ребята, наверное, за артистизм ему столько выписали, и Татьяна Тарасова, если бы участвовала в этом году, и вообще в NBA в качестве судьи, была бы явно довольна. Ну а вы же, ребят, напишите, кому бы вы отдали победу, будь у вас такая возможность, а чё, она у вас есть, мы же в комментариях можем писать, чё хотим, поэтому пишите, а мы с вами переходим дальше, к самому, пожалуй, интересному. Собственно, сам All-Star Game. Что тут можно сказать? Изначально тут важен факт того, что не смогли по итогу посетить данное мероприятие Embiid и Siemens, которые в силу протокола по ковиду остались в последний момент на карантине. Но если команда Дюранта это нормально так даунгрейднуло по скилам, то у Тима Джеймса это ослабило вообще никак, потому что все три четверти игроки его команды знатно так разносили ребят из коллектива Дюранта, где самыми яркими эпизодами можно однозначно назвать 14 из 14 бросков Яниса, забивавшего две трехи от забора и набиравшего просто все из-под корзины. К слову, он со стопроцентным релизом так и закончил матч. B. Офигительные броски от Стефа и Лиларда с середины, которые они шотали прям друг за другом, и это вызывало лично у меня, ну, прям максимальный восторг. И V. Это два данка с навеса от Стефа и следом от Криса Пола. В остальном же обилие бросочков издали, где отметился еще, к слову, и Джейлен Браун, расслабленный вайп, много неудачных попыток с альюпами и даже данками. Все это, в принципе, было типичным и присущим All-Star последних лет. Но я не могу при этом сказать, что смотрелось все это как-то очень уныло. По итогам первых трех отрезков с общим счетом 146-125, Тима Короля влетала в финальную четверть, которая, напоминаю, отыгрывалась без времени вообще, и до того момента, пока одна из команд не наберет 170 очков. А.К.А. плюс 24 к результату побеждающей команды по итогам первых трех отрезков. Ну и как вы думаете, кто же выиграл? А, конечно же, Тима Джеймса, ведь вновь на паркете появились Стеф и Лилард, которые вдвоем просто взяли и разнесли нахрен на дальниках своих соперников. А Дэйм, да, Ланимазов, опять же, в клаче, вообще забивал не только победный выстрел, но и три из трех своих бросков в концовке, ставя потрясающую финальную точку в поединке, и отправляя теперь всю NBA на заслуженные и небольшие каникулы. Леброн же, если что, был на полноценном лоуд-менеджменте, просидев почти весь матч на скамейке. Янис предсказуемо получил MVP матча всех звезд, или же награду Коби Брайанта, как озвучил сам Сильвер, и, в принципе, на этом можно было бы заканчивать, если бы не Блэйк Гриффин. Теперь после выкупа своего контракта у Детройта он официально скоро станет игроком Бруклина. Мы с вами в будущем новостном еще обязательно вернемся к этой теме, а пока что коротко скажу так, что побеждает в этой сделке однозначно больше всех сам Блэйк, нежели, в принципе, команды Несс, так как получают они, ну, прям самого настоящего кота в мешке, надеяться на которого чисто из-за одного здоровья вообще никак нельзя. Но мувы Бруклина в этом году мы уже неоднократно, в принципе, осуждали и ошибались на этих мнениях, поэтому сейчас предлагаю просто посмотреть на то, что произойдет с Блэйком по истечению хотя бы первых 10 поединков, посмотрим на его роль в команде, что ему отведет вообще Стив Нэш, и что он будет исполнять на площадке, и, в принципе, вот теперь на это можно ставить финальную точку. С вас, как обычно, большой палец вверх, если ролик вам понравился и вам зашел, например, SDK, кстати, напишите, что вам понравилось больше всего, потому что это важно, а что бы и нет, и давайте на этом заканчивать. Услышимся, увидимся с вами, как всегда, совсем скоро, и всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok